добрый день и любое другое время суток по вашему выбору на дворе лето настроение не очень рабочие то очень душно то очень жарко тут просто ничего делать не хочется вот тем более что наши современные ленты сейчас читать мягко говоря противно вот я из информации читаю только стрелковые мурзы но просто чтобы быть немножко в курсе положение на фронтах поэтому сегодня у нас скорее такой исторический выпуск с уклоном в гражданскую войну вот ну а я сейчас сижу на самом деле переслушиваю 7 миллион на английском языке нашего профессора толкина заодно немножко практикуюсь смысле воспринятия английского на слух но дебютирует у нас сегодня юрий поляков с репостом марии шикшиной нашей любимой которая соответственно пишет ответ на какую-то пост юрия полякова вот полностью согласна с русским писателем юрием поляков я кстати считал как бы юрий поляков умным человеком но вот из-за из этого текста это не следует ощущение что либералам дана команда оставаться у власти любой ценой до изменения обстановки а какое основное оружие у либералов слова ведь это они под красивым словом оптимизация разваливали здравоохранение и образование под красивым словом реформирования разваливали армию под красивым словом повышение эффективности разваливали промышленность под красивым словосочетанием отрицательный рост разваливали экономику под красивым случая со сочетанием свобода Творчество разваливали культуру. И вот интересно, а кого Мария Шукшина называет либералами? Ну, потому что всё, и всё, это делали те самые люди, которые у нас сейчас у власти находятся. И основным их оружием были не слова, а то, что их поддерживал правящий класс. То есть, либералы – это все те, кто у нас сейчас у власти. Я подчеркиваю, все, даже те, кто называет себя патриотами. Теперь дальнейший развал, они будут маскировать патриотической риторикой. Они его маскируют, по-моему, последние лет 20. Я, конечно, понимаю, что есть такие люди, как Чубайс, Кудрин Греф, но окончательные решения принимают не они. А, например, тот, кто Эльвиру Сахибзадовну, простите за выражение, Набиулину не может из нашего, как его звать, ну, понимаете, уволить. Ну, или там Голиковых каких-то, да, который каких-то Денисов Мантуровых куда-то назначает и так далее. Это тоже либерал, наверное, главный либерал. Но суть от этого не меняется. Их цель – деньги и власть. Поэтому патриоты, для которых самое главное – это возрождение страны, для либералов – враги. И мы уже слышим, что искренних патриотов они обвиняют в национал-шовинизме. Единственный критерий патриотизма – дела, а не слова злата. Вот это вот правильно, да. Это не их либералов в поле, они проиграют, пишет нам Мария Шукшина. Мне интересно, а кого она называет патриотами? Может быть, знатного патриота Антона Красовского, которого обвиняют даже уже не в национал-шовинизме, а в несколько более худших вещах. Кого? Холмогорова? Дугина? Кого она называет настоящими патриотами, которые не либералы? Вот этих ребят, что ли? Потому что все остальные, ну вот те, кто во власти находятся, они все, судя по данному тексту, они все либералы, потому что они вот всем этим занимались всю дорогу. То, что здесь перечислено. Интересно, правда? Ну а дальше вот начинается история. Издательство «Посев» выпускает новинку «Донские казаки в борьбе с большевиками». Составитель Б.П. Мелехов, главный здесь, да? Вот, соответственно, на материалах «Мемориал музея» «Донские казаки в борьбе с большевиками». Вот. На обложечке у издательства «Посев» у новиночки, вышедшей в открытую продажу, она там продается прямо у них на страничке, да? Вот, соответственно, генерал Краснов. Преступник, военный коллаборационист, пособник Гитлера, да? То есть, человек, которого повесили за шею, да? И, насколько я понимаю, так и не реабилитировали. Интересные картиночки у нас на обложечках книжечек. Издательство «Посев» Андрею Ганину и Василию Жановичу Стрелкову. «Пламенный привет». Ой, не стрелай этому, как у Господи, Василию Жановичу Стрелкову тоже, кстати, привет. Вот. Составитель ВП «Мелехов». Кто такой ВП «Мелехов»? Это хозяин этого самого музея, у которого во дворе стоит памятник Краснову на частной территории, так сказать, которую до сих пор снести не могут. Чтобы было понятнее, кто такой ВП «Мелехов», я запостил ролик, где я разбирал один его, соответственно, текст про то, как Дзержинский выпускал указ о расстреле заложников. Рекомендую ознакомиться. Ну, коротенько, текст ВП «Мелехов» представляет собой оголтелое вранье. Вот. Соответственно, такое же оголтелое вранье представляет собой пост русской гвардии про Тамбовское восстание. Очень люблю эту тему, но тут просто надо вчитаться в сам текст. Во время Тамбовского восстания только в одном Тамбове большевики беспощадно уничтожили 240 тысяч человек. Тамбовское восстание 2020 года было лишь одним из сотен протестов против новой власти за всю гражданскую войну. Большевики подавляли их с большой жестокостью. Повесить, чтобы люди видели не менее ста знаменитых богачей, кровопийц. Писал Ленин своим товарищам по Пензанской области в августе 1918 года. Не по Пензанской, а по Пензенской. Там было восстание кулаков и местной буржуазии. К тому моменту, когда он это писал, там уже где-то полтора десятка человек красных, по-моему, завалили. Вот. Ну, Ленин иногда, да, выражался жестко очень в своих телеграммах. Например, предлагал повесить Луначарского два раза. Луначарского так и не повесили. Что самое интересное, этих ребят тоже не повесили, да, вот эти вот не менее ста. Да, это разбирал Егор Холмогоров в своем ролике про сказки канала «Царьград» Андрюша Афанасьева. А вот, однако, именно в том бою восстание приняло огромные размеры. Новое правительство не могло справиться с восстанием до 2022 года. Ни перед чем не останавливались. Целые деревни бомбили и поджигали. Ну, на самом деле, бомбить деревни в то время с нашей-то авиацией – это бред. Вот. А поджигать поджигали. Я сейчас расскажу об этом немножко. В принципе, любого, кто отказывался назвать свое имя, расстреливали, а старшего сына убивали в любом доме, где находили ружье. Бред, сивый кобыл. Сегодня число жертв и репрессий только в этом регионе оценивается 240 тысяч человек. Все, это весь пост. Итак, читаем последнюю строчку. Репрессии в этом регионе, то есть по всей Тамбовской губернии, на всей территории восстания. А в заголовке у нас только в одном Тамбове большевики беспощадно уничтожили примерно 240 тысяч человек. То, что это бред сумасшедшего, даже подтверждать не надо. Можно зайти в Википедию, посмотреть население Тамбова. Вот. Оно тогда составляло примерно около 70 тысяч человек плюс-минус. А вот, соответственно, поэтому 240 тысяч человек уничтожить в одном Тамбове невозможно. То есть, в заголовке у нас заведомое вранье. Вот. Что касается, значится, по всему региону. Вот тут есть книжка «Тамбовская в Андее», информационное агентство «Белые войны». Тамбовский краевед Борис Владимирович Сенников нам пишет. Да, вот на 135-й странице, если мне память не изменяет, здесь есть раскладка, значит, о населению Тамбовской губернии. Вот. Как оно увеличивалось, уменьшалось. Вот. Население городов Тамбовской губернии без пригородов или уездов. Непонятно, как-то очень криво написан документ. Ну, краевед пишет, не историк. А вот, значит, Борис Иглебский, значит, в 20-м 26, потом в 23, в 26-м 27. Вот. Елатомский. 11, 11, 12. Елатьма. 4, 4, 4. Да, ну там плюс-минус. Вот. Кодом 7, 7, 8, да, ну, 20-й, 23-й, соответственно, 26-й годы. Керсановский. 11, 9, 11. Козловский. 32, 30, 36. Вот. Ну и так дальше. Вот. Ну, как вы видите, 240 тысяч все равно не набирается, ну, никак. Есть падение численности населения в моменты восстания. Вот. Но я вам открою одну страшную правду про это дело. Дело в том, что во время восстания, если вы помните, было же не только восстание, была еще, например, война, куда могли людей забирать. Во время восстания некоторые люди сами могли из губернии уехать, потому что жить там было некомфортно. Потому что до того, как Антонова задавили, он, например, шастал по городам и весям и тупо мочил большевиков, да. То есть он сам хвастался, что завалил около, еще до горячей фазы восстания, завалил около 100 советских работников. Люди могли от этого уезжать, да. Действительно, кто-то погиб в восстании. Я напомню, на пике где-то в начале 21-го года, в конце 20-го, у Антонова было 50 тысяч человек. А у большевиков, которые были заняты Крымом и Польшей, там было всего 10 тысяч человек, да. Но такие цифры, на самом деле, большие. Тухачевский там появился, да, значит, уже где-то к весне 21-го года, когда закончили с поляками, закончили с Крымом, да. То есть смогли выделить силы. Вот, значит, помимо, по поводу сожжения деревень. Вот, кстати, знаменитые приказы Тухачевского о заложниках есть вот в этой книжке, да, документы и материалы по крестьянскому восстанию в Тамбовской губернии. Это чисто книжка, именно с документами, да, без всяких авторских выдумок, типа 240 тысяч человек. Вот, из них видно, что антоновцев и забандиченные деревни предупреждали по 15 раз, как китайцы, сдайте, сдайтесь, выдайте бандитов. Они не выдавали. Тухачевский брал заложников, действительно, расстреливал их. Но это были не тысячи человек, даже не сотни, это были десятки, там, 12 человек, там, да. Ну, не всех крестьян убивали, и не всех старших детей, а конкретно тех, на кого была информация, что они, соответственно, сотрудничают с бандитами, которые сидят в лесах. Вот, собственно, к 21-му году большевики продразверсткой заменили продналогом, у Антонова армия просто тупо разбежалась. Он сам, когда это увидел, сказал, ребят, нам хана. У него остались сотни каких-то последователей, самых кровавых упырей, да, которые сидели в лесах, общались с местными крестьянами, которые с ними были кровью повязаны. И вот этих вот самых крестьян, да, из них брали заложников, расстреливали, это были десятки человек, причем это работало. В некоторых деревнях, я опять же ссылаюсь на эту книжку документов, то есть, ну, грубо говоря, 10 человек расстреляли, тут же 200 человек из леса вышло, оружие сдали. Вот работало это так, да, жестоко. Вот что касается сожжения деревень. Деревни сжигали, да, но предварительно выселяя оттуда население. И вот это вот падение численности населения, да, в момент восстания, оно вызвано еще и тем, что крестьян, повязанных с бандитами, кулаков, замазанных там и так далее и тому подобное, просто переселяли в другие губернии. Они бомбили их с самолетов, что по тем временам, честно говоря, полная бредятина, учитывая просто роскошное состояние нашей авиации и так далее и тому подобное. В общем, откуда 240 тысяч взялось, я-то не понимаю. Да, значит, ну дальше знаменитый уже пост, который постоянно гуляет там раз в несколько месяцев, гуляет по интернету по то, что 1 июля 66 года в колхозах впервые выдали зарплаты деньгами, что работали как рабы до этого за еду, паспортов не было и так далее и тому подобное. Я это сейчас размусоливать не буду, у меня есть два ролика, которые я выложил в группу, вот, про крестьянские паспорта, соответственно, и про зарплаты колхозников. Где я с этим капитально разбирался. Следующая страшная история. На 4 июля 2018 года газета «Северная коммуна» заговорила о необходимости ареста заложников и введения смертной казни. Мне очень нравятся вот эти порталы, они выдирают куски текста, да, то есть из каких-то публикаций. Вот, соответственно, «Северная коммуна» какого города газета, еще что-то непонятно. Ну, на самом деле, это Уфа, да, то есть. Короче, летом 2018 года вблизи Сарапула на камне стояла баржа, служившая тюрьмой для уфинских заложников. Среди 200 заложников были уфинские общественные деятели, да. А вот в конце июля 2018 года по распоряжению Сарапульского совета все они были зверским образом убиты и брошены в воду. После ухода красных случайно спасшиеся обитатели баржа, ну, то есть уже не все убиты, да. А вот описали ужасную смерть, чекисты убивали по очереди топорами, ружьями, молотками, сбрасывали в воду. Экзекуция продолжалась всю ночь, в начале июля в Камышевой были расстреляны из пулемета 66 детей-заложников. Это вообще откуда взяли, я не знаю. А по поводу этого уфинской баржи есть разбор военком уезда, да. Это газетчик из Прикамского камуча, то есть комитета учредительного собрания, да, работал с Ижевско-Водкинскими подстанциями, потом работал у Колчака. Вот он это все дело и сочинил. То есть на самом деле при приближении Колчаковцев, Чехословаков к Уфе, большевики действительно погрузили заложников на баржу и повезли их в Сарапул. Вот, там эта баржа, где-то на подъезде к Сарапулу эту баржу задержали матросы-анархисты, которые 10 человек оттуда вывели, 9-рых расстреляли. Ну, анархисты мы с вами знаем, как себя периодически вели. Один сбежал, Чех причем. Вот, а этот Гудман, вот он начал публиковать. У него, значит, в 21-м году в книге было 40 человек расстреляли, в Шанхае уже выпущенную, да, посреди белой эмиграции. Вот, в следующей книжке 80, и появились вот эти вот молотки, да, вот, соответственно, в 27-м уже 200. Вот, вот так вот, соответственно, работает наша белая история. Андрею Ганину и Васильевичу Жанну Ивичу Цветкову еще один привет. Вот, хотя тут имеются и воспоминания, и документы именно по этому эпизоду с баржей, где вот именно фигурирует число 10 человек от очевидцев. И этот-то ничего сам не видел, как обычно. Вот. Так, что у нас еще? А, ну, это просто прием асваговской пропаганды. Это вот текст, как конкретно, видимо, взят из публикации Асвага. Надо будет, кстати, их тоже найти, почитать. Но это, правда, не для слабонервных книжки. Вот. Тела четырех крестьян-заложников, которых, значит, Бондаренко плохих, Левенец и Сидорчук. Лица покойников страшно изрезаны. Одним изверским способом изуродные половые органы, проводившие экспертизу врачи, высказали предположение, что такой прием по степени болезненности превосходит все, что можно, и так далее, и тому подобное. Ну, как вы видите, вот в тексте на скрине тут нет слова «коммунисты» вообще. Ну, для начала, фотографии идентифицировать невозможно, кто это, что это, крестьяне-заложники. Ну, если это Асваг, 19-й год, это, скорее всего, или Украина, или Крым. Ну, вот такие вот места, да? А в тексте «Русской гвардии» в Телеграме тут уже пишут, которых коммунисты решили жестоко убить. Откуда известно, что это коммунисты? Вообще непонятно. Ну, это чисто асваговский прием. На самом деле, вот такую фотку достать в 2019 году, я думаю, на юге России можно было запросто, учитывая там наличие еще махно, петлюры, каких-нибудь банд казачьих, там еще что-то там. Да самих белых, собственно, они тоже не гнушались, особенно когда до евреев дело доходил. Ну, это просто такой вот пример пропаганды, то есть ничего доказать невозможно, чистое давление на эмоции. А вот еще один пример пропаганды, это известная история про то, как в лагерях, соответственно, топили печи человеческими телами. Я ее записывал очень давно, один из первых моих роликов, поэтому, извините, не обижайтесь на дикцию. Я тогда еще был сильно в этом слаб. Ну, и вообще, я тут на досуге так переслушиваю свои старенькие ролики. Вот, например, ролик про двух священников Орловых. Вот эта вот знаменитая карточка, да, выписка из протокола, вот, которую даже в Википедии, по-моему, как пример применения 58-й статьи. Орлов Александр Васильевич агитировал водить детей в церковь, да. Вот, я там эту историю примерно разбираю, ну, на материале, который есть, то есть на житиях из библиотечки священника Николая Дамаскина, известного. Вот, ну, и главная тема, что этих священников Орловых, полных тезки Александров Орловых, попавших в злобные сети НКВД, их тогда было двое. Один пятерку отсидел и вышел, умер в 41-м сам, а второго действительно расстреляли, судя по всему, за дело, вот, но их очень часто путают, из-за чего эту выписку читают фальшивой некоторые люди. Вот, перейдем к современности. Красивая женщина, очень красивая женщина Даша Багина празднует 25-й день рождения. Я напомню, Даша Багина – это звезда московского комсомола КПРФ. И вот это вот больше всего поздравить можно добрым словом и на пусты и на карточку. И вот мой Яндекс.Кошелек. Просто по факту дня рождения. Блин, ребята, вот вы знаете, извините, послушайте меня, я вот сижу сейчас, я уже там завел себе там Сбербанковскую карточку, все дела. Вот, я могу запросто сейчас тоже впихнуть свой Яндекс.Кошелек там под YouTube, там по ВКонтакте, там дать ссылки все, да. Типа, давайте мне денег, вот, ну вот я что-то делаю, да. Там ролик снимаю, а вы дайте мне денег. Вот, ну если вам нравится то, что я делаю. Вот, ну я что-то, я все же выстесняюсь. Я как-то понимаю, что это, в принципе, абсолютно нормальная практика, но мне как-то это самое, как-то неудобно. Вот, а тут вот чисто по факту дня рождения и красивой внешности, дайте денег и все. Ну, Даш, ну, опубликую какой-нибудь интересный материал, там, все в интернете, там, или что-нибудь. Вот, ну, не все же клубничку-то у Грудинина собирать в колхозе, да, там, мести ему улицы и сотрудничать с ОВД-Инфо иностранным агентом, да. Вот, ну, какое-нибудь творчество замути, ну, а потом денег проси. Вот, еще, соответственно, один старенький ролик про то, как у нас в лагерях детей расстреливали. Ну, вы же знаете, у нас постоянно, значит, в концлагерях, во-первых, были детские концлагеря, где детей всячески морили, а потом расстреливали, ну, и так далее. Вот, в частности, здесь идет речь про Ягринлаг, про который я тоже уже очень давно хочу сделать материал, потому что в сети есть очень хороший сайт, вот, по Ягринлагу, где чисто технические моменты, да, как это выглядело, какие были условия на документы, какие были условия проживания заключенных, там, планы этого Ягринлага. Ягринлага. Сколько было медпунктов, сколько было библиотек, кинотеатров и так далее, в лагере. Вот. Ну, и, естественно, все это сопровождается душераздирающими воспоминаниями сидельцев про то, как их там убивали ни за что. А, вот, я вот все хочу уже, второй год уже с подачи Макса Мировича хочу до него добраться, значит, что-то вот руки не доходят, извините. Ленивый я человек, и, главное, очень неорганизованный. Вот. Дальше у нас опять современность. Андрюша Дмитриев. Вот. Санкт-Петербург зовет жить не имперским прошлым, а имперским будущим, говорит историк и координатор партии «Другая Россия» имени Эдуара Лимонова Андрей Дмитриев, которого очень любят приглашать Глеб Таргонский и Владимир Зайцев на Красное ТВ. Вот. Значит, это у нас фестиваль такого заведения под названием «Солнце севера». «Солнце севера» – это Дугинский пропагандистский институт, который занимается пропагандами идей Дугина, то есть и вразийство, и прочего бреда. Установить глубинные свои идентичности северной столицы и ее потенциальный вклад в величие России, исторические следы связи с Новороссией и так далее и тому подобное. И вот такой вот замечательной кампанией заседает Андрюша Дмитриев. Ну, как называется человек, который тусуется с фашистами? Я не знаю. Нацбол, наверное. Еще раз повторю тезис. Нацбол, да, то есть как только рядом с большевизмом или социализмом появляется какое-то еще определение, там, национальный, новый и еще какой-то, то второе слово – социализм или фашизм, новый или большевизм – можно сразу отбрасывать. Вот. Нацбол – это обычные фашисты с националистическим уклоном. Ну, почитайте сайт этой другой России. Они там воспевают, например, бойцов СА. Да? Ему очень нравится Муссолини. Я думаю, если бы Гитлер не замарался каким-нибудь Холокостом, он бы им тоже нравился. Они любят барона Унгерна и так далее и тому подобное. Рога у девушки потрясающие. Андрюше Дмитриеву привет. Ну, вот я тут по следам, значит, поста про Тамбовское восстание запостил еще раз статью Бабкова, вот, замечательную, да, про газы и Тамбовское восстание, как там Тухачевский употреблял газы. Вот. Тут он, кстати, упоминает, по-моему, этого самого историка, этого краеведа, вот этого вот самого, который где, по-моему, его, который где-то под полом в какой-то заброшенной церкви нашел специальные документы по Тамбовскому восстанию, при анализе которых выясняется, что там полная ахинея, написано и вранье, вот, ну, как с Велесовой книгой, например, да, ну, и последнее читаем вместе. Товарищи Букахрузды никогда чем не расскажут. Человек читать может умеет, писать явно нет. Дворцы культуры колхозники строили сами на свои деньги по закону о самообложении. Сталин гений. Люди на свои деньги строят школу и за это благодарят великого Сталина. Тут вот, значит, у нас на картиночке, вот, постановление в ЦИК о проведении самообложения, только оно очень красиво обрезано, ну, размер самообложения в рублях и так далее и тому подобное. Типа, получается, впечатление, что это местные власти, значит, обкладывают колхозников неким налогом, да, на который строят здраво-школы, библиотеки, избы, читальни, клубы, красные уголки, детские ясли, детские сады, врачебные фельдшерские пункты. Ни на что другое самообложение не допускается. Вот. Ну, я, кстати, замечу, что даже если бы сейчас вот такое было, представляете, у вас там, ну, грубо говоря, там, забирают четверть заплаты, зато строят у вас, ну, единовременно. Потом строят у вас детский сад, которым вы пользуетесь, например, бесплатно или больницу или что-то. Это в деревнях все происходит. Вот. По-моему, сейчас люди были бы не сильно против, если бы была гарантия, что это будет сделано именно так. И за это, собственно, благодарят Сталина, а не за то, что кто там деньги платил. А вот, соответственно, постановление, значит, об этом самом самообложении, что это было такое на самом деле. В связи с переустройством сельского хозяйства растут культурные и хозяйственные потребности деревни. Вот. Наряду с увеличением средств, отпускаемых государством на удовлетворение этих потребностей, то есть государство увеличивает отпуск средств, необходимо упорядочить и улучшить самообложение сельского населения на постройку школ, больниц, улучшение дорог и другие культурные и хозяйственные нужды деревни. А вот этого можно достигнуть только при условии, если население проявит наибольшую самодеятельность, какой бы то ни было административный нажим на население при проведении самообложения недопустим. Средства, собранные путем самообложения, должны расходоваться своевременно исключительно на те мероприятия, которые восстанавливаются общими собраниями граждан. Граждане, проживающие в сельских поселениях, могут выносить постановление о самообложении для удовлетворения мирных, культурных и хозяйственных нужд. Ну то есть, сами граждане собрались, не какой-то комиссар кровавый с наганом дымящимся, не местный партийный чиновник, а грубо говоря, собрался местный совет или местный деревенский сход. И ребята сказали, давайте скинемся по постановлению самообложения, там каждый выдаст по 10 рублей из получки и захреначим себе медпункт, например, фельдшерский, да, или школу для детей. Они сами это делают. Воспрещается, еще раз, воспрещается самообложение на покрытие административных расходов. Как то на выплату заработной платы работникам местных органов власти, на содержание и оборудование для них помещений, оплату прочих их расходов, а также на выплату заработной платы работникам местных культурных и хозяйственных учреждений. Этим государство должно заниматься. Не воспрещается, чтобы этим занимались сами граждане. Кстати, не привлекаются члены артелей, коммун, соответственно, колхозов и так далее и тому подобное, потому что они тоже государству дают план и так далее и тому подобное. Единоличные хозяйства и граждане, проживающие просто в селении, даже которые не занимаются хозяйством. Хозяйством любопытный документ, да, то есть я вам, соответственно, дам, естественно, на него ссылочку, ну, хотя мы от балаевцев знаем, что весь сайт эстмат выдуман там тремя людьми и здесь все потасовано. Вот, соответственно, впечатление создается абсолютно иное от документа, чем от этих вот обрезков. Меня очень радуют обрезки. А Сталину было за что в этом плане сказать спасибо, потому что он, ну, как он, партия и правящий класс пролетариат контролировали, чтобы все это именно было так, что если вы скинулись, построили школу, то вы потом в нее бесплатно ходите, а учителей там оплачивает государство, так же, как и если вы сделаете то же самое с больницей. Вот такой у нас сегодня выпуск с историческим уклоном. Всем хорошего настроения. Всем добра.